ЗАМЕЧАТЕЛЬНО Итак, Улинка, сегодня мы повторяем два грамматических времени. Первое, основное, которое мы сейчас учим, называется Present Continuous. Какое действие происходит? Прямо сейчас. В данный момент. Покажи таблицу. Present Continuous. Вот, это наше грамматическое действие. После местоимений ставятся формы глагола to be. А к основному глаголу добавляется значение ing. Верно. К любым глаголам. Правильно. Вопрос строится путем переноса. Форм глагола to be, am, are, is, ставится впереди местоимений существительных или существительных. А основной глагол ставится с окончанием ing. Но еще здесь может быть любое вопросительное слово. Например, спроси у меня, ты читаешь сейчас? Are you reading? Правильно. Что ты читаешь? What are you reading? Верно. И сегодня мы посмотрим его в сравнении с тем временем, которое мы выучили раньше. Present Simple. Это действие тоже в настоящем времени, но оно не происходит в данный момент. Оно происходит регулярно и постоянно. Всегда, иногда, каждый день и так далее. Раз в год. Нет. Да. Здесь нет форм глагола to be, am, are, is. И здесь нет ингового окончания. Зато, когда мы говорим и используем местоимения he, she, it. Да. Или существительные. Глаголу добавляется окончание s или es. Вот, например, я говорю, I work, she. She works. I go, she goes. Отрицание. Помнишь? Да. Спомогательный. Глаголируется путем вспомогательного глагола don't, а для he, she. Doesn't. Но как только мы поставили doesn't, в основном глаголе окончание s исчезает. И вопрос быстренько повторяем путем вспомогательного глагола do и does, который мы ставим вперед. И опять же та же история. Когда does мы поставили перед he, she, it, то окончание s исчезает. И впереди do, does иногда может стоять вопросов на слово. Спроси у меня, ты работаешь? Имеется в виду вообще. Do you work. Верно. Спроси, где ты работаешь? Where do you work? Вот об этом сегодня мы будем говорить. Давайте open page 96 and let's read the story about Isabel. Mm-hmm. On Saturday mornings I usually get up late and do housework. Then I meet some friends in town for lunch and go shopping in the afternoon. But this Saturday is different. This morning Isabel got up early because today she's getting married. She's in church with all her family and friends. She's wearing a white dress and her husband is standing next to her. Умница. Very good reading. Translate, please. Субботними утрами. Молодец. Я обычно встаю поздно и делаю работу по дому. Верно. У нас стоит слово housework, что мы понимаем, это приготовление еды, уборка и так далее. Да. А есть еще слово homework. Что это такое? Это уроки, как в школе. Уроки, упражнения, которые мы делаем. Хорошо. Затем я встречаюсь с некоторыми друзьями в городе для ланча на обед и иду за покупками после обеда. Умница. У нас стоит фраза go shopping. Многие путают. Многие думают, что это go shopping и иду в магазин. Как в английском языке, особенно в Америке, мы говорим магазин. Store. Скажи, я хожу в магазин. Go to a store. I go to a store. Правильно. А если ты хочешь сказать I go shopping, это переводится, как я хожу за покупками. За покупками. Это может быть несколько магазинов. Потому что shop в Америке это мастерская. Да, самобильная чаще всего. Хотя иногда бывает кафешоп, например, да? Кафешка. Окей. Где что-то делают для тебя. Не там, где что покупаешь, где-то делают для тебя еще. Итак. Продолжаем перевод. Но это суббота. Но эта суббота необычная. Отличная. 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 Этим утром Изабель встала рано. Потому что сегодня она выходит замуж. Она в церкви со всей своей семьей и друзьями. Она в белом платье. Одета. Одета в белое платье. И ее муж стоит рядом с ней. Опять же путают слова одеть и носить. Да? Да. Как мы скажем одевать? Гоон. Путан. Путан. А что такое гоон? Давай сразу уточни. Не помню. Гоон это продолжать. Продолжать. Допустим мы с тобой разговариваем и ты остановишься и говоришь гоон. Гоон. Продолжай, да? Продолжай. Когда есть такой вопрос. What's going on? Что происходит? Going on это еще и происходить. Как здесь происходит. Как happening. Да. Нам нужно слово put on. А вот where это как раз одеть. Да. Very good, Оленька. So, ask me questions. I am Isabel. И когда ты будешь задавать вопросы, помни, что в первой части это будет грамматическое время present since. Используй вспомогательный глагол do. Далее у тебя будет еще одно предложение в прошедшем времени. Там вообще будет вспомогательный глагол did. Один раз только у тебя встретиться. И во второй части у нас будет present continuous. Ты должна будешь ставить are, да? Are you. Поехали. Постараюсь. 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 Это совершенно естественно. Пока мы учим. Пока не закрепится. Эта грамматическая структура мы можем путать. Окей. Окей. Поехали. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Come on. On Saturday mornings I usually get up late. Make a question. Why? Do you usually get up late on Saturday mornings? Because I don't work and I have time to relax. Окей. What do you do on Saturday morning? I usually do housework. What do you do after? In the afternoon. In the afternoon. Oh, I do many things. I'm very busy. Do you meet with your friends? Yes. I meet my friends. Lunch. Lunch. Do you have lunch with your friends? Lunch. Lunch with your friends? Yes. I do. Where do you have lunch? I have lunch in a restaurant in town. Why do you do after that? What do you do? What do you do? What do you do? I go shopping. А ну-ка спроси, куда ты ходишь за покупками? Where do you go shopping? Shopping. Very good, Оренька. Окей, let's go to the next paragraph. Why this Saturday is different? Why is this Saturday different? This Saturday is different because it's a wonderful day for me. А вот мы столкнулись со временем прошедшим. Ну-ка попробуй вспомнить. Окей. Why did you get up early? Well, because I'm very excited today. It's a very special day. Окей, дай. Why are you excited? Excited. Почему ты такая счастливая? Because I'm getting married. А ну-ка спроси, ты выходишь замуж сегодня? Are you getting married today? Yes, I am. Yes, I am. Окей, let's go to the sentence about church and family and friends. Where are you standing right now? Или просто спроси, где ты есть? Where are you right now? И теперь спроси, а твоя семья с тобой? Семья единственное число, да? Да. Давай. Is your family with you? А теперь спроси, а родственники? Нет, друзья с тобой? А друзья это множество семей? And friends? Нет, отдельно вопрос хочу, чтобы ты задала. Нет, друзья это множество число. Давай. What are your friends with you? Are your friends with you? Yes. My family and my friends, all of them are with me. White dress? What are you wearing? I'm wearing a white dress. И последний? Что такое «ретел»? Повтори, перескажи. Перескажи. Перескажи, давай. Окей, Isabel a good girl. Из уж тогда. Да, Isabel is a good girl. Сомни, что она называется. Хорошо. Every Saturday morning Isabel gets up late. Поднимет таблицу и давай напомним всем, кто будет смотреть это видео и себе, что когда мы говорим и используем местоимение he should, то есть третья лица идет с очень самым, что добавляем окончание s, которое я всегда забываю. Давай, давай. Итак, она встает. Isabel gets up late and she makes housework. Да, используя слово do. Тут не make идет, тут идет глагол do. Только поставь для третьего лица единственное число. Да. Does. And she does housework. Right. Then. After then. After that. Смотри, ты можешь сказать либо then, либо after that. Да. Then she meets with her friends for lunch in town. And after that he goes shopping in the afternoon. But this Saturday. But this Saturday. But this Saturday is different. Isabel got up early because today she is getting married. her friends and all her family standing are standing in the church. with her husband. And she is standing in the church with her husband. And she is standing in the church with her husband. She is wearing a white dress. And. She is very. Wonderful. And happy. And happy. And we are very happy. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. There we go.